здравствуйте мои уважаемые зрители друзья я уже показывала как я пересаживала вернее переваливала томатные деревья с ними вместе я пересаживала томатики из маленьких вот таких емкостей я вам не показывала как я это делала таких вот емкости в более большие емкости потому что ну сами видите что делается вот у меня еще остались некоторые вот я пересажу потом это а сегодня друзья мои я хочу показать вам как я буду пересаживать свой перчик который у меня вырос надо сказать перчик у меня в этом году друзья ну не важнецкий ну не важнецкий и вы знаете хвалиться особо нечем друзья хочу показать вам для сравнения те перцы которые у меня были пикированы в отдельные стаканчики эти перцы которые у меня растут в одной емкости несколько сортов вот и по сравнению просто обратите внимание друзья вот посмотрите вот эти перчики вот эти перчики это растут в общей емкости а вот эти перчики растут как видите в отдельных емкостях вы конечно видите разницу да здесь они толстенькие ровненькие к тому же они стоят на окне у моих детей где светло где много солнца ну вот так я сейчас уберу это для сравнения сегодня друзья я хочу показать вам как я обычно рассаживаю свои перчики значит что я для этого делаю ну во первых я рассаживать в такие стаканчики небольшие вот в такие вот такие и вот в такие стаканчики как видите квадратные кругленькие я друзья мои на низ не ложу пенопласт потому что стаканчики маленькие сами понимаете ну куда они там будут расти еще если пенопласт положу что я делаю для того чтобы закрыть вот эти отверстия которые в которых будет земля просыпаться я друзья беру влажные салфетки вот я сегодня купила специально 100 штук их где 100 штук и вот так вот слаживаю в четверо вот так вот посмотрите и ложу на дно горшочка чтобы закрыть отверстие вот таким образом видите вот в этом стаканчике в этом стаканчике потом я сюда насыпаю земли я приготовила три стаканчика чтобы показать вам теперь я поливаю эту землю хорошенечко вот так вот поливаю так замечательно пролила теперь друзья вот таким штырёчком делаем вот так отверстие такие штырёчки покупались в фикс прайсе очень хорошая вещь у меня перчики пролиты ну начнем вот отсюда где немножко перчиков и где похоже один ряд тока нет тут два ряда значит вот супер длинные то мои семена кстати говоря вот ну супер длинный первый ряд а здесь вот второй ряд здесь подарок молдовы так итак друзья мои я вот этот перчик здесь попе второй ряд вот у меня не взошло друзья три ряда вот первый второй третий не взошли здесь были купленные семена оранжевый белозерка и бабушкина грядка не зашел ни один вот я возьму вот здесь вот так ложечкой аккуратненько вот так вот берем вот посмотрите получился один сейчас мы его опустим прямо в ямочку опускать друзья при пикировке я всегда опускаю по самый листочек по семидольный почему потому что уже как видите листочков здесь вот много я вот семидольный один там рос оторвала его и засыпаю по самый семидольный листочек вот таким образом так как у меня уже пролито вот много проливать не надо чуть-чуть только чтоб земельку вот эту которую сверху засыпали вот так один посмотрите какая разница росли вместе все а вот видите масеньки какой вот сейчас сюда посажу его сразу присыплю землей полисточек второй опять проливаем сразу второй давайте так поставим чтобы было видно ну и сейчас вытащу еще их тут два будет поэтому придется их конечно же чтобы они были в разных вот придется их друзья вот два видите получилось тут у меня вот два вот один и второй вот он поэтому нужно их разделить по два сажать не надо они будут друг другу мешать а делить вот так будем сейчас вот зацепился листочками аккуратненько раздать раздать их разделим вот так вот таким образом один здесь оставляем а другой опускаем опускаем вниз оторвалась земля убираем листочек опять подсыпаем землю вот как видите три вот как видите три перчика у меня посажены вот таким образом теперь друзья мои я посажу весь ряд подпишу вот здесь и приклею их чтобы не ошибиться где какой перчик ну вот друзья я продолжу и вам потом покажу ну вот вы понимаете какое дело стояли на одном окне у меня выращивались а перцы без подсветки друзья без подсветки и вот посмотрите который ближе был к свету те растеница как бы более или менее крупные получились вот видите но они все к свету вот видите наклонены и эти тоже вот сидели вот обратите внимание видите все наклонились к свету ближе к свету и по вытягивались как видите тоненький у них ну страшного ничего нет друзья мои хочу сказать что я попикировала перчики и получилось у меня на пятьдесят семь пятьдесят семь штук во что я только не пикировала друзья и в такие стаканчики как я вам показывала и вот в такие вот пикировала да разрезала бутылочки молочные и вот в такие вот пикировала потому что принесла с теплицы я маловато оказалось горшочковых я мыла да в общем оставались еще не пикированные помидоры и я значит что решила надо же их попикировать иначе они перерастают вот посмотрите какие видите ну вообще никуда не годится это такое дело а во что ж пикировать то пикировать у меня нет уже больших емкостей что же я решила вот такие пакетики у меня друзья есть вот обратите внимание значит что я делаю я насыпаю на дно пакетика землю потом ставлю помидорчик ну вот сейчас уже поставила помидорчик вам конечно наверное не видно вот так и досыпаю в него земли ложкой конечно потому что ложкой удобно чтобы не поломать томатик по все стороны насыпаю чтобы было ровненько таким образом конечно неудобно рассыпается на столик но ничего страшного можно вот таким образом поддерживать вот плохо наверное вам видно вот так сейчас таким образом друзья вот с этой стороны сначала потом отгинаем с этой стороны вы знаете я хочу сказать я в прошлом году вообще переваливала в большие черные пакеты томатики вот вот теперь потрусим немножко чтобы было одинаково с обоих сторон засыпем еще вот ничего страшного все сметется пока я думаю достаточно вот таким образом сейчас сметем вот так хочу сказать что стоять будет хорошо прекрасно будет стоять и теперь поливаем можно не бояться вот я думаю что можно еще даже досыпать земельки ну чтоб сильно не это можно прям придерживать листики вот так рукой и подсыпать вот и пожалуйста и помидорчик видите какая красота вот таким образом посажен вот вот я уже один вперед посадила вот у меня три сейчас таких помидорчика я вам потом я сейчас еще вам покажу еще один как я сажаю чтоб вам было уже точно понятно как я это делаю значит беру пакетик друзья вот у меня пакетик вот я посмотрите насыпала немножко и вот у меня помидорчик так обратите внимание вот видите какой помидорчик я его сейчас опускаю туда вот таким образом вот так и начинаю насыпать сюда земельки надо сказать очень удобно вот вот друзья видите я подписала вот я полила их подписала но это еще не все это которые у меня были три штучки а вот друзья посмотрите как переросли это вот томатики спецназ тут есть вот еще томатики мне их тоже нужно пересадить потому что ну я вот знаете еще вот такие вот из-под детских каш на след тоже замечательная вещь надо сказать просто ничего даже делать не надо причем они очень устойчивые вот сейчас я вытащу томатик вот так сейчас я вам покажу в общем ложечкой посмотрите я вытащила посмотрите какой хороший корешочек да вот эти листочки семидольные я обрываю посмотрите просто вот так вот не до конца и опускаю вниз вот так и замечательно присыпать даже не надо ничего держать пакетики эти замечательные их можно несколько раз использовать даже вот вот таким образом засыпаем что вот засыпано оно там посмотрите сколько засыпано да да не страшно наоборот хорошо почему потому что я уже рассказывала они будут обрастать корнями вот полностью по всей площади понимаете вот когда мы вытащим их оно все будет в этих корнях ну просто будет замечательно тем более удобно будет вытаскать вот так подтолкнуть его и будет замечательно сейчас полью подпишу друзья томатика это называется спецназ до килограмма вырастает томатики у него вот вот так друзья как можно выйти из положения когда нету больших пакет ну больших емкостей вы посмотрите что я придумала я придумала от каши не следует да можно точно таким образом делать от кофе кто покупает кофе в упаковочках в таких вот не в баночках и можно друзья даже делать и от майонеза вы посмотрите просто срезаем то где пиптих этот который выдавливается и вот вам готовый пакет и не надо ничего выдумывать готовый который хорошо стоит вот пожалуйста таким образом помидорчик будет здесь расти итак друзья я вам показала какие пакетики можно применять для рассады если у вас допустим большая рассада и не во что сажать причем это очень удобно друзья вот посмотрите как хорошо ну а вот эти которые томатики у меня остались еще не попекированы я конечно попекирую вот в эти стаканчики потому что рассада еще не очень переросла здесь вот и пока они будут расти в этих стаканчиках а как только они вырастут большими я перевалю их в более такую емкость побольше итак мои дорогие друзья сегодня сделано еще много работы вот я вам показала как я пикировала в большие емкости это вот стаканчики я попекировала пять стаканчиков да ну и в больших как говорится пакетах итак друзья сегодня я очень много попекировала перца вот три ящика у меня стоит завтра я их вынесу в коридор но уже когда хорошо потеплеет я тогда вынесу все в теплицу вот это все что я хотела сегодня вам показать и рассказать друзья не теряйтесь если у вас нет емкости если у вас нет горшочков или еще чего-то находите любые варианты любые абсолютно и все это можно сделать безболезненно вот конечно очень дорого стоит земля друзья мои но я хочу сказать я уже сколько раз зарекалась что я не буду с огорода брать землю для рассады потому что ну во первых и вредители там и червячки всякие всякие жучки и все здесь земля уже пропаренная поэтому я считаю что это самый лучший вариант чтобы купить землю я друзья покупаю землю в фикс прайсе 10 килограмм 50 рублей стоит а также беру в нашем специализированном магазине для семян хорошую землю которая ну прямо тяжелая там и песочек там и грунт хороший и ну в общем хорошая земля друзья мне вот она нравится я пробовала брать другую совсем землю но мне не понравилось вот поэтому я беру урожайную грядку мне она очень нравится вот это буйское удобрение оно с биодобавочками и в ней растет замечательная рассада я смешиваю такую землю и такую и получается тогда не так дорого ну а друзья на этом пожалуй я свое видео заканчиваю спасибо спасибо что вы были со мной если вам видео понравилось ставьте лайки нажимайте на пальчик кверху пишите комментарии ну не ленитесь пожалуйста мне интересно знать что вы думаете о том что я рассказываю что я показываю на этом друзья до свидания удачных вам урожаев прекрасного настроения и всего самого наилучшего а с вами была Валентина канал сад и округ удачных вопросов купил なん